Юбка Я сама родилась, выросла в Сибири, в городе Абакан. Родители мои жили в частном секторе, то есть мы держали животных, козочек, курочек. И мне это передалось, и я уехала сюда, и я без этого не могу. То есть в четырех стенах все-таки это душно там. Строгий сибирский климат воспитал в девушке железный характер. Хрупкая Александра воспитывает двоих детей и держит хозяйство. Одна. Иногда помогает мама. Александра – молодой фермер. Начинает свой день задолго до рассвета. Но какими бы ни были суровые деревенские будни, время для творчества находит всегда. Когда у тебя бывает плохое настроение, какой-то тепресняк такой давит, ты берешь фотоаппарат и уходишь в лес. И фотографируешь. Фотографируешь пейзажи, фотографируешь небо, какие-то там композиции выискиваешь. Причем фантастические абсолютно виды здесь, вот именно в нашей деревне Ляхово. Тут вообще просто очень красиво. Природный материал для одежды девушка собирает все там же, на фотосессиях природы и строго с соблюдением одного правила, которое было заявлено и на конкурсе – не навредить природе. Все материалы должны потом использоваться в быту. Например, кто-то варит компот из яблочных бус, из ревени делает начинку для пирожков, а наша героиня отдает травяное лакомство своим питомцам. А, какой вкусный! Вот так! Вот так от наряда остаются рожки да ножки, но миг преображения запечатлен на фото. Инициаторы флешмоба рассказали, уже в конце августа они собираются выбрать авторов лучших обладательниц юбок в натуре и выложить эти работы на своих страницах в интернете, чтобы весь мир знал, какие красавицы живут в русских селениях. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Ласковая, ну, на, съешь, съешь.